Казалось бы, все просто, если вы, конечно, знаете, как управляться связальным крючком. Вяжется болванка, будущее тело ангела. Набивается синтепоном, потом пришиваются руки. Отдельно делаются крылышки. А чтобы голову венчали буйные кудряшки, Валентина вяжет лоскуток. Затем его распускает, чтобы пряжа кудрявилась. И, вуаля, ангел готов. Но вот что удивительно. Я-то, может быть, этого даже не очень замечаю. Все говорят, что у них разные лица. Меня умиляет еще вот это, разные лица. Хотя лица здесь отсутствуют. Но у них, в самом деле, вот иногда смотришь, один какой-то печальный, другой там задумчивый. И, смотрите, такой прям вот миленький, веселенький. Валентины делятся. У каждого ангела судьба складывается по-разному. Многие отправляются в подарок друзьям, живущим в других городах и странах. Других разбирают дети. В доме Валентины всегда много гостей. Каждый под себя еще чувствует ангела. Вот я на выбор даю порой. У нас же очень много гостей, детей. Каждый приходит, и каждый смотрит, смотрит, смотрит. Вот, на мой взгляд, вот этот милый. А ребенок смотрит и говорит, нет, вот мой вот этот. Чем объяснить, я не знаю. Накануне Дня Святого Валентина в доме кипит работа. Мастерицы хотят сделать по фигурке всем, кого знают и любят. Конечно, чтобы изготовить таких ангелочков, требуется поистине ангельское терпение и способность работать руками. Но я думаю, что в подарке все-таки главное – это внимание. Поэтому, что бы вы ни сделали своими собственными руками, ваша вторая половина будет точно очень довольна. Виктория Шаре, Константин Головин, События.